Здравствуйте, друзья, уважаемые участники форума. Я думал, начать с представления спикеров, уважаемых, но, в общем-то, спикеры уже представлены, поэтому, я думаю, это не потребуется. Мы сэкономим время. Итак, о чем мы сегодня хотели поговорить в рамках ключевой дискуссии? Вот действительно, и 21 год законодательству, и очень много сделано, и участниками рынка, регуляторами, и мы понимаем, что дальше PKI в России будет точно совершенно развиваться, но при этом мы понимаем, что есть и насущные вопросы, которые все-таки необходимо обсуждать, их не нужно умалчивать о них, нужно их поднимать и, в принципе, понимать, с чем мы сталкиваемся в процессе нашей работы. И на самом деле, я думаю, что не впервые возникла идея необходимости стратегии развития именно отрасли, причем пониманиями отрасли не только как сами инструменты, но и сервисы, и сама по себе среда доверия, и, в принципе, обеспечение безопасного, удобного, в общем, применения электронных документов, чтобы у нас не было, в принципе, никогда проблем. И сегодня мы планируем поговорить о том, из чего бы могла состоять та самая стратегия, какие нам необходимо в нее включить положения, и дальше уже, собственно говоря, обращаться к соответствующей идее к рынку, к регуляторам, для того, чтобы такой документ получить. Когда мы готовили, скажем так, эту дискуссию, мы понимали, что каждая отрасль имеет свои какие-то направления развития и понимаем, что, в общем-то, такие стратегии, они применимы, конечно же, и для отрасли PKI. В первую очередь, конечно же, это создание безопасной современной инфраструктуры. Во вторую очередь, наверное, это все-таки сервисы, которые необходимо внедрять во все правоотношения граждан, для того, чтобы такие сервисы не вызывали у граждан, скажем так, вопросов, чтобы граждане понимали, что это безопасно. Это уже вопрос популяризации. Конечно же, это кадры, конечно же, без кадров у нас ничего не получится. Так вот, сегодня, прежде чем поговорить именно о направлениях стратегии, о которых, конечно же, мы будем говорить и все остальные дни форума, и довольно плотно и много, мы должны в первую очередь поговорить о тех вызовах, о тех проблемах, которыми сталкивается отрасль уже сейчас. Потому что важно понимать, как мы это будем решать сообща, для того, чтобы отрасль PKI развивалась, скажем так, быстрее, лучше и глубже. Вопросы основные от отрасли были сформулированы ее участниками. И сегодня эти вопросы мы будем с коллегами, с участниками ключевой дискуссии обсуждать. Я думаю, что можно вывести первый вопрос, который мы получили от участников рынка, от отрасли PKI, соответственно, с которым мы начнем наше обсуждение. Итак, отсутствие отрасли понимания тактики и стратегии регуляторов в дальнейшем развитии регулирования. С этим связана масса вопросов, от простого выполнения требований регуляторов до развития сервисов, бизнес-планирования и внедрения новых технологий. Что нам с этим делать? Первым предложу высказаться по данному вопросу Брашко Вячеслава. Уважаемые коллеги, добрый день. Я в очередной раз, соответственно, рад участвовать в обсуждении, в том числе и ключевой дискуссии. Кроме того, сегодня день Александра Невского. И что дважды знаменательно для Питера это большой праздник. По сути вопроса, по существу, соответственно, вопроса, хотел бы высказать следующую позицию. Ведь почему на самом деле отсутствует понимание практики и стратегии? По одной простой причине. Мы сейчас с вами до сих пор еще не решили те вопросы, те вопросы, которые в 63-м законе на текущий момент прописаны. То есть, грубо говоря, мы еще не видим, как бы это сказать, наверное, больше к Минцифре все равно вопрос, но тем не менее, соответственно, мы еще не видим результатов, соответственно, 63-го закона. То есть не реализовано доверенно третья сторона, активно начинает работать. То есть не реализованы, соответственно, МЧД, переносы, 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 переносы. Да, стратегии определенные, с точки зрения нас, как отдельного федерального казначейства, как такового, стратегии развития, да, есть. Увеличение на базе действующих, соответственно, норм, количество сервисов, улучшение, повышение качества, соответственно, стабилизация отдельных сервисов работы. И мы видим даже тенденцию сейчас с точки зрения госорганов, количество цифровых сервисов с точки зрения самих госорганов растет. Объем, соответственно, запрашиваемых сертификатов растет. По количеству выпускаемых переповодов на электронный документ оброс с точки зрения госсектора растет. Поэтому стратегически нужно довести сейчас качество сервисов до приемлемого уровня, количество сервисов электронных, которые предоставляются, в том числе с использованием государств, до оптимального. Выстроить соответствующие доверия, в том числе распечатать отдельные истории, которые были запрещены прямым указом президента, например, работать с недвижимостью и так далее. И вернуть доверие населения, которое, к сожалению, было утрачено в определенный момент времени. Вот в этом будет стратегия, соответственно, федерального казначительства в части, касающаяся. Дальше с точки зрения таких прорывных каких-то историй, с точки большого регулятора, ну, наверное, Минцифры, к сожалению, я бы задал такой вопрос Ивану Валерьевичу, но тем не менее, соответственно, сегодня мы действуем исходя из того, что есть. У меня в целом все. Спасибо. Александр Павлович, как Вы считаете? Работает, да? А, да, да, работает. Вы знаете, вот мне кажется, что самая главная проблема, которая у нас есть, ну, может быть, это не совсем верно, и кто-то думает иначе, это все-таки действенность ныне существующих правил. Вот если есть правило, что существующая квалифицированная подпись позволяет воспроизвести через некоторое время, перевыпустить квалифицированную же подпись по твоему желанию, то это правило, закрепленное в законе, должно быть везде и всегда выполняться. Хочу я, например, через два месяца после получения подписи перевыпустить ее по разным обстоятельствам, включая личные, я должен иметь право и право его реализовать. Являя себя физическим лицом, юридическим лицом для тех или иных, так сказать, функций и способов, если это не оговорено в законе, как противное. То есть, вот, действенность исполнения законов так, как оно написано, а не так, как потом его можно трактовать. Вот, к сожалению, это одна из наших существенных проблем. Вторая, на мой взгляд, большая проблема по стратегии, которую нам нужно преодолеть, это все-таки массовая информационная безопасность. Я давно, вот, так сказать, рассказываю эту проблему и с ней выступаю. Ну, что такое электронная подпись? Это ведь тот же самый паспорт. Причем, чем дальше, тем хлеще. Обратите внимание, какое сейчас количество разных вариантов электронного документа оборота и вариантов представления личности, в том числе удаленной, да, существует. И они продолжают развиваться, накапливаться, расширяться. И в этом смысле электронная подпись уже просто как личность начинает выступать, с одной стороны. А с другой стороны, как она хранится. Посмотрите, как мы храним паспорт. Вот он тут лежит, вот тут вот, вот тут вот, в двух карманах под молнией, да, или в сумочке, которую вот так вот держишь, да. А как у нас лежит электронная подпись? А фактически она лежит, я извиняюсь, в открытой корзине под названием персональный компьютер или вот этот вот телефон, который у меня только что упал, да. Он ведь ничем не защищенный, все это прекрасно знают. Однако же так и норовим начать продавать квартиры. С квартирами уже был известный инцидент, да, начали продавать квартиры по электронной удаленной подпись, чем-то кончилось, известно, слава богу, заблокировали это. Однако периодически опять возникает, в чем тут проблема? А проблема в том, что это неадекватные вещи. А в таком случае надо как-то соотносить те технологии и стратегически определить. А стратегически как? Оценивать риски. Риски в том или ином направлении. Например, если вы хотите покупать машину, машину потом можно найти, перепродать. А если вы хотите с квартирами оперировать, у меня один знакомый, у него квартиру убили, у его там дочки. Он потом при всех его знакомствах на уровне администрации президента три года ее отбивал назад. И те, кто убил, просто говорили, ну что ты тут, мы юристы, мы вот тут все аккуратненько сделали, вот тут подпись, вот тут смотри, вот такая-то, вот тут такая-то. Ну там была простая подпись в одном месте, а потом электронная. Как-то они так перекочевывают. Это я к чему говорю, что стратегическая задача, на мой взгляд, должна заключаться в сбалансированности применения электронной подпись. Сформулировать эту сбалансированность, где можно, где нельзя, на каких объемах можно, на каких нельзя. Оценить эти риски. Кто это должен сделать, регулятор или общественность? А я думаю, что должен и регулятор, и общественность. И без общественности тут тоже никуда не денешься. Вот это вторая, на мой взгляд, очень существенная проблема. Она очень тяжелая, кстати, для решения. Потому что рядом с ней стоит техническая проблема. Техническая проблема, как сделать вот это вот защищенным. Ну не это или что-то другое. Как сделать ваш персональный компьютер, который выходит в интернет, да? А сейчас выходит в том числе и на Украину, да? Вот как? Ведь мы сюда получаем тучу звонков всякого разного рода. И социальной инженерии, и все прочее, прочее. А почему? И так же ведь лезут и в ваш компьютер. И так же вынимают оттуда электронную подпись. Даже если она стоит на замечательном гаджете. Если она стоит на замечательном токене, да? Да еще на спецтокене, который там особым образом закрыт. Тем не менее, все равно есть риск, как это дело обходится. Вот это. Либо надо всем сказать, так, коллеги, вот это вот обязательно условие того, чтобы ставить. Чтобы, значит, операционка была такая, вот такая. Иначе не работает. Потому что массовый человек, он приспособлен совсем для другого. Он не хочет никаких ограничений. А как известно, по информационной безопасности мы все хорошо знаем. Там, где можно все, там нет информационной безопасности. Но с другой стороны, правда, и там, где она абсолютная, там тоже ничего нельзя сделать. Вот этот вот баланс нам опять предстоит искать. В новых условиях, в постоянно меняющихся условиях расширения применения электронной подпись. Это вторая проблема. Спасибо, Александр Павлович. Нет, секундочку. Третья проблема маленькая совсем. Это все-таки удаленная идентификация биометрии. Нам необходимо придерживаться хронометража, поэтому потороплю вас просто. Давайте буквально минуту, если можно, чтобы нам в хронометраж укладываться. Две минуты? Минуту. И в заключение. Это, конечно, удаленная биометрия. Ну, вы знаете, я много выступал на эту тему, да, относительно того, как она легко воспроизводится, начиная с любой формы биометрии. И сейчас это подтверждено, особенно с помощью искусственного интеллекта, включая динамику, движение и все прочее. Ну, и чего? И почему же мы так надеемся, что это лучше, чем паспорт? Ну, непонятно почему. А где? Где, так сказать, нормы на ту же самую биометрию? Где нормы на вероятность обманывания? Нету ее. Вот это надо найти. Спасибо. Александр Павлович, вот мне показался этот вопрос, вот именно, как вот он сейчас сформулирован, потому что вы, в принципе, ответили, мне кажется, на большую часть вопросов уже, которые мы сегодня будем обсуждать. Вот именно вот этот вопрос был скорее, мне кажется, сформулирован рынком с точки зрения того, что нет бизнес-планирования. То есть, как бы, нет понимания, что будет дальше делать, там, Минцифра, там, ФСБ, казначейство и так далее. То есть, что дальше будет можно, а что будет нельзя. И, как я понимаю, как раз вопрос связан с тем, что нет понимания, какую технологию я могу завтра, соответственно, да, уже там начинать применять. Здесь вот, Константин Леонидович, хотел бы вам вопрос как раз адресовать, потому что к вам, к первым приходят, вот, в общем-то, обычно участники рынка, вот, задают вопрос. Вот вы как считаете, вот, все-таки в чем именно, как сказать, проблема, что нам с этим делать? А может быть, ничего делать и не нужно? Коллеги, добрый день. Ну, я бы сказал так, что отсутствие понимания тактики и стратегии регуляторов, она характерна для всех отраслей законодательства, на самом деле, и во все времена, потому что положения, которые содержатся в законодательных актах, только тогда могут быть выполнены на практике, когда у этих положений существуют механизмы, которые принесут в хорошем смысле прибыль участникам рынка, и участники рынка, выполняя эти положения, с другой стороны, будут развивать этот рынок, предоставлять новые сервисы, в нашем случае по электронной подписи, и эти сервисы будут востребованы у общества. Поэтому здесь я бы не стал говорить о том, что нет понимания тактики и стратегии. Мы, естественно, двигаемся вперед, пытаемся расширить границы использования электронной подписи, а для их расширения нужно, чтобы на рынок выводились новые сервисы. И, я полностью согласен с Александром Павловичем, важен баланс между обеспечением информационной безопасности и этими новыми сервисами. Этот баланс всегда находится вручную, всегда находится конкретно для определенного сервиса, и действительно, наверное, есть положения, которые до сих пор не заработали. Вот, в частности, конечно, это институт доверенной третьей стороны, который у нас появился относительно недавно, но мы видим, что пока он не заработал, именно, наверное, потому, что нет механизмов, которые стимулировали бы развитие этого института. Поэтому, на мой взгляд, реализация законодательства – это всегда улица с двухсторонним движением. Это и попытки регулятора каким-то образом институциализировать и оформить правилами определенные положения. И, с другой точки зрения, это движение широкой шифровальной общественности для того, чтобы реализовать, создать механизмы, саморегулированные рыночные механизмы, которые позволят реализовывать эти положения. Да, конечно же, есть определенное непонимание, есть неопределенные трудности воссоздании этих механизмов, но, с другой стороны, собственно, вот этот способ или движение методом проб и ошибок, оно всегда есть, и я бы не драматизировал ситуацию в области электронной подписи. То регулирование, которое вот сейчас принято в 2023 году, тоже, на самом деле, понятно, мы, наверное, будем говорить об этом чуть попозже, вот, почему оно было принято и какие процессы оно должно стимулировать при развитии электронной подписи. Вот, а если говорить принципиальные вещи, то, конечно же, тактика и стратегия идут рука об руку. И регуляторы идут рука об руку с рынком. То есть, то, что регулятор пишет в законе, рынок придумывает саморегулированные механизмы, чтобы это реализовать. Если у регулятора не получается, значит, ну, через некоторое время эти положения будут меняться. Спасибо. Спасибо. А как считает Федеральная налоговая служба? Федор Вадимович. Да, Федеральная налоговая служба в контексте регулирования электронной подписи, скажем так, давайте честно, достаточно свежий игрок. Не так давно мы ворвались в этот тесный мир. Именно с точки зрения того, что мы каким-то образом можем определять стратегию и тактику. Но мне кажется, что здесь и так уже много было сказано, и дальше мы, отвечая на последующие вопросы, точно будем кое-что повторяться. Наверное, здесь важно сказать, что мы видим со своей стороны, насколько плотно сейчас электронная подпись внедряется в различные сферы деятельности, о чем уже сегодня сказали, что очень много новых людей вовлекается в использование. Поэтому, если отрасль задает вопрос, в чем тактика и стратегия, то регулятор может ответить на этот вопрос таким образом. Мы делаем возможность использования этого инструмента в разных отраслях в жизни. И, собственно говоря, задача наша обратно к отрасли, в том, чтобы отрасль нам помогла этим своими ресурсами, помогла своими знаниями, помогла своими сервисами, те решения, которые уже были приняты, их интегрировать в обычную повседневную жизнь граждан с должным уровнем безопасности, о чем, конечно, забывать нельзя. И присоединяюсь к коллегам по поводу баланса. Мы тоже очень явно видим, что есть решения важные, тяжелые, которые не могут быть реализованы по простой подписи, либо по неквалифицированной. И вот именно эти моменты, где нужно более жестко регулировать, где нужно использовать более доверенные сервисы, доверенные продукты, нам, наверное, вместе с вами предстоит еще найти. И где-то, может быть, ошибаясь, где-то, может быть, там сразу. Но это та задача, которую нужно решать вместе. Вот. Поэтому тактику и стратегию мы, по сути, формируем физически, работая с вами вместе. Нет такого, что мы посидели, придумали, дали вам, вы пошли реализовывать. Так не работает. Во всяком случае, мой опыт говорит об этом. Большое спасибо. Игорь Федорович, вы как один из самых известных представителей отрасли, хотелось бы также перед, скажем так, тем, как спросить непосредственно инфотекс, все-таки узнать ваше мнение. Спасибо. Спасибо за предоставленную возможность. Я бы, рассуждая на этот вопрос, отметил бы следующую особенность, наверное. Все-таки понятие отрасли в данном случае это такое довольно аморфное объединение людей и организаций с разными интересами, как технологическими интересами, так и бизнес-интересами. И, на мой взгляд, не всегда отрасль представляет себе, как сервисы будут развиваться. И зачастую сервисы выводятся в использование без надлежащей проработки вопросов обеспечения безопасности. Обеспечение безопасности в любых формах – это вопрос очень сложный, требующий как законодательного решения каких-то вопросов, так и технических. И это всегда требует больших усилий разных людей, разных организаций. И поэтому хотелось бы, чтобы у отрасли появился некий перспективный план развития сервисов, чтобы можно было заранее отрабатывать вопросы как нормативного регулирования, так и вопросы стандартизации, развития стандартов в области безопасности, которые потом можно было положить в создание и реализацию тех или иных сервисов, которые будут востребованы. Спасибо. И хотелось бы услышать, что считает по этому поводу Infotex. Дмитрий Михайлович. Да, сейчас с микрофоном разобрались. Да, коллеги, еще раз добрый день. Постараюсь тут, наверное, не столько от лица конкретно Infotex. У меня здесь сегодня роль такая более широкая мне выдана, как представителю тех структур, тех организаций, которые занимаются разработками соответствующих механизмов, сервисов. Смотрите, коллеги, мне кажется, что есть действительно несколько проблем во всей нашей этой истории. И первая проблема, что, собственно, наш с вами PKI-отрасль, соответствующие механизмы, соответствующие решения, которые мы уже не первый год с вами обсуждаем, развиваем, реализуем, сертифицируем. Мы с вами обогнали в этом движении исходную отрасль, к которой, собственно, все наши усилия должны быть приложимы. Это, собственно, отрасль документа оборота электронного. И яркий тому пример, это, собственно, наше с вами мучение с МЧД. Казалось бы, ну что такое? Это же должен быть исходно достаточно простой структурированный документ, в который должны быть вынесены определенные атрибуты электронной подписи, по которому мы должны были там сверять и будем сверять возможности того или иного человека оперировать своей подписью. Но вот выяснилось, что вот эта вроде бы исходно простая и достаточная идея вызвала глобальное замешательство сообщества. И вот до сих пор мы еще не имеем окончательно принятых решений. Вот мы все на стадии, вот-вот сейчас запустятся. И я могу сказать, что это не единственный пример. Просто МЧД для нас это очень понятная история. Мы ее очень много обсуждаем. Я вот, например, принимал участие в форуме телемедиков. Вот у них свои подобные проблемы. Например, не существует единой формы электронного анамнеза. Заключение врача. Нет ее. Если просто подписывать анамнез как некую картинку, бумажный анамнез вложили в сканер и потом ее подписали в электронную подпись, то это мало что дает развитию этой отрасли. Нужны структурированные данные. И вот отсутствие стандартизованных вот этих структур данных в большинстве отраслей, оно является во многом стопором к развитию того, что сейчас принято называть уже даже не цифровой экономикой, а экономикой данных. Я бы это все переназвал бы механикой данных. Вот в этой механике данных очень мало кто серьезно понимает. Особенно, когда возникают какие-то стыковые истории. Когда надо одно с другим состыковать. Или цифровой профиль гражданина. Еще одна очень веселая история. Что там, какие данные, какие поля данных, какие надо подписывать, какие не подписывать, поля разной значимости, где там простая подпись допустима, где обязательно квалифицированная должна быть. Вот это все сложные вопросы, которые мы вот в этом нашем кругу решить не сможем. И отсюда проистекает вторая проблема. Это действительно проблема регулирования. Потому что у нас, ну так уж принято исторически, регулирование очень часто вырождается в предписании. Но очень легко и хочется всем нам, когда регулятор просто предпишет. То есть такое регулирование в форме готовой инструкции. Вот делай раз, делай два, и тебе будет хорошо. Но регулирование это же немножко иная история. Это выставление определенных датчиков, установление определенных правил, в рамках которых система может жить и развиваться. Предписание любое, оно в этом плане любую систему будет тормозить в развитии, в первую очередь. И вот эти две проблемы, они друг от друга неотделимы. То есть понимание, глубокое понимание той самой механики данных, как исходные бумажные документы, которые мы ранее разбирали глазами, должны трансформироваться в структурированные электронные машиночитаемые документы. Не в смысле МЧД, а в более широком плане. И то, как собственно должно выстраиваться регулирование, чтобы оно было регулированием, а не просто предписанием жестким. И вот в этом отношении, конечно, нам еще с вами предстоит очень много-много дискутировать. И даже не в этом нашем замечательном кругу, а в первую очередь с представителем тех самых отраслевых институтов. Вот они должны включаться в этот диалог, а не ждать от нас сразу готовых решений. Вот там сказали электронная подпись, сделаете ее? Ну сделали мы тот самый резиновый штамп с подписью. И что он решил сам по себе? Наши потребители приходят не за штампом, они приходят за сервисом и за услугой. Спасибо. То есть с одной стороны вы очень созвучны Сан Павловичу в плане того, что необходимо определить четкие правила для определенных сервисов, для определенных инструментов. С другой стороны есть понимание того, что, как вы говорите, регулирование, оно, скажем так, довольно жесткое. То есть оно описывает как в форме инструкции, вы говорите, предписание. То есть вот где тогда мы будем искать баланс? То есть у нас с одной стороны есть потребность в том, чтобы четко определить, где применимы определенные инструменты, что мы подписываем, что мы не подписываем, и так далее. Соответственно, я уже не говорю про устройство. Значит, с другой стороны, само регулирование должно быть, получается, менее как-то детальным, как я понимаю, для того, чтобы было пространство для маневра. Про регулирование мы немного далее поговорим. Следующие вопросы у нас посвящены тому, что впереди у нас, а что отстает, то ли регулирование, то ли технологии. Отвечая на первый вопрос, нам как безопасникам исходно, нам всегда нужна какая-то постановка задачи от тех людей, которые создают прикладные системы. Когда вот эта постановка вырождается в примитивные, ну, подпишите документы, вот у нас тут лежат, ну, хорошо, подписали. Но это порождает большое количество вопросов в области безопасности, потому что когда вот так вот в навал подписал все, естественно, появляется очень много требований по безопасности. Ну, то есть, чем больше объемы, чем менее они структурированы, тем у тебя менее детальная модель угроз, как мы ее называем, и тем проблемнее защитить вот эту кипу данных не структурированных. Ты вынужден защищать все, выстраивать вот эти бесконечные периметры безопасности, заборы. Ну, вот, мне кажется, здесь есть у нас проблемы, когда, собственно, прикладная часть возлагается на наши плечи безопаснее. Говорят, ну, вот идите там, разберитесь. Ты приходишь, говоришь, ребята, разрисуйте, как у вас данные здесь в системе гуляют. Ты говоришь, ну, как гуляют? Ну, как-то гуляют, мы не знаем, разберитесь. И ты превращаешься в прикладного разработчика, в технолога, начинаешь расписывать бизнес-процесс предприятия. Ну, это не совсем наша задача. Согласен. Я попрошу вывести второй вопрос от отрасли. Первый вопрос, я думаю, что мы как-то достаточно обсудили. Итак, второй вопрос, это как раз касаемо нормативных правовых актов, это отставание нормативного регулирования от темпов развития технологии потребностей рынка. Можно ли как-то изменить ситуацию, что для этого могут сделать регуляторы, законодатели, экспертное сообщество? Ну, здесь как бы вопрос, наверное, понятен, наверное, каждая отрасль, наверное, скажет о том, что регулирование, скажем так, немного отстает от темпов развития прогрессивной технологии. И этот вопрос, конечно же, хотелось бы в первую очередь задать Константин Валерьевич. Константин Валерьевич, да, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали вот как раз этот вопрос, потому что здесь как бы мы действительно все в определенный момент приходим к вам вот с определенными предложениями для того, чтобы их обсудить. Коллеги, ну здесь, конечно, хотелось бы понять, действительно ли есть отставание нормативного регулирования от темпов развития технологии, как вот в поставленном вопросе звучит. А если оно есть, то в чем оно заключается? Я бы все-таки немножко вернулся на 12 лет назад, когда в апреле 2011 года был принят федеральный закон об электронной подписи, с которого, собственно, и началось современное регулирование использования электронных подписей. В тот момент, так скажем, благодаря объективным и субъективным факторам сложилась ситуация, когда в Российской Федерации было предложено, скажем так, ультралиберальное регулирование использования электронной подписи. Почему оно было ультралиберально и в чем эта ультралиберальность заключалась? Ну, прежде всего в том, что любой хозяйствующий субъект мог выполнить достаточно формальные требования части 3 статьи 16 Федерального закона об электронной подписи и стать аккредитованным удостоверяющим центром, создавать и выдавать квалифицированные сертификаты. Собственно, наверное, когда это регулирование принималось, уже тогда было понятно, что оно достаточно рискованное. И будем говорить откровенно, ни до, ни после в мире такой опыт регулирования в области электронной подписи ни одно государство не повторило. Когда стало понятно, что отрицательные черты такого регулирования превалируют над положительными чертами, понадобилось достаточно серьезное время, чтобы эту парадигму регулирования изменить. Изменена была она в 2019 году в конце. В результате очень достаточно бурной и широкой дискуссии с общественностью, которая к тому времени, естественно, уже имела свои интересы в этой области. И сейчас мы пытаемся выстроить новое, на мой взгляд, более сбалансированное регулирование в области электронных подписей. Ну, немножко оглядываясь назад, на 11 лет назад, все-таки, ну, наверное, можно задаться вопросом, а вот больше пользы или вреда было привнесено, когда было принято такое вот регулирование в 2011 году? На мой взгляд, все-таки было больше пользы, потому что удалось за короткое время втянуть в этот рынок большое количество акторов, появилось большое количество хозяйственных субъектов, которые стали участвовать в этом рынке, вот, и рынок достаточно бурно развивался. Как я уже говорил, это развитие имело свои пределы ввиду особенностей такого регулирования и ввиду тех соблазнов, которые возникали для участников этого рынка. Александр Павлович, он здесь все время об этом говорит, об этих соблазнах, правильно, да, и квартиры продавали, и еще что-то делали, да, и деньги уводили. Тем не менее, я считаю, что регулирование плюс-минус идет, конечно, в ногу с темпами развития технологий, на мой личный взгляд. Это действительно так, и хочу подчеркнуть, что многие положения, которые появились в 2019 году, мы до сих пор еще не сумели реализовать. Вот здесь и Дмитрий Гусев, и Вячеслав Брашко говорили о том, что, да, действительно, МЧД наше главное сейчас направление реформирования, и действительно, это очень ресурсоемкая задача обеспечить, чтобы наши информационные системы могли в автоматическом машиночитаемом режиме воспринимать доверенности, машиночитаемые доверенности. Но уже даже, так скажем, хотя мы уже третий раз переносим сроки внедрения, да, насколько я помню, в третий раз мы перенесли, тем не менее, мы видим, что рынок воспринял эту идею и двигается в этом направлении. Поэтому вот в этом смысле, в этом смысле, наверное, нормативное регулирование даже немножко предвосхитило темп развития технологий. То есть мы выдвинули соответствующее положение в законе, и сейчас мы пытаемся обеспечить технологическое выполнение этих положений. Конечно же, есть моменты, когда, наверное, регулирование запаздывало. Ну, начнем с того, что, вот как в качестве такого примера, я бы привел, что наши аккредитованные удостоверяющие центры вот с 2011 года и по настоящее время, как выдавали сертификаты сроком действия, равным сроку действия ключа электронной подписи, так до сих пор и выдают. Хотя, конечно же, потребности развивающегося электронного документа оборота уже привели к тому, что нам нужно, конечно, чтобы сроки действия сертификатов были достаточно длительные для того, чтобы мы могли обеспечивать юридическую значимость электронных документов в течение достаточно большого продолжительного периода. Сейчас мы приняли уже, да, в августе 2023 года соответствующие изменения. Что эти изменения? Они стимулируют. Стимулируют аккредитованные удостоверяющие центры для перехода на так называемые длинные сертификаты. Опять же, прошу обратить внимание, что в этом случае как бы рынок сознательно не шел на длинные сертификаты по ряду причин, причем они абсолютно понятны и они абсолютно жизненные, я бы даже сказал объективные. Но потребности дальнейшего развития требуют внедрения вот этих вот длинных сертификатов. Поэтому, если резюмировать вот эти все вещи, то, наверное, можно сказать, что нормативное регулирование, ну, по крайней мере, не сильно отстает от развития технологий и потребностей рынка. Все-таки я бы даже сказал, что иногда нормативное регулирование пытается направить развитие этих технологий для обеспечения интересов общества, личности и государства. И в этом смысле все-таки у меня более оптимистичный взгляд на наше нормативное регулирование, которое, наверное, все-таки позволит дальнейшим обеспечивать развитие электронного документа оборота в стране. Спасибо, Дим. Спасибо, Константин Владимирович. Ну, есть у нас все-таки, мне кажется, потребность точно совершенно в одной истории. Вот архивное хранение, да, вот. И я думаю, что вот это как раз то, что, наверное, ожидаемо будет максимально всеми. Вот. И, наверное, вызывает как раз наибольший интерес. Игорь Федорович, а Вы как считаете, есть ли у нас отставание все-таки? Если смотреть на эту проблему с точки зрения технического регулирования, а это мне как-то ближе, чем про юридическое уже хорошо Константин Владимирович все рассказал, если говорить про технические аспекты, то, на мой взгляд, развитие и создание новых криптографических механизмов, обоснование их качества, стойкости и соответствия требованиям, это всегда очень сложный, трудоемкий, наукоемкий механизм, наукоемкая работа, которая, ну, требует значительного промежутка времени. И наш опыт работы вот в техническом комитете криптографической защиты информации показывает, что хороший стандарт, выверенный в области применения криптографических механизмов, протоколов, требует большого времени. Это не месяц, не день и не год. Иногда несколько лет требуется для того, чтобы такой стандарт вышел в свет. И это связано, ну, как я уже сказал, с большой научной емкостью, да, и с точки зрения вот чем… И поэтому всегда будет некое отставание, некое отставание от потребностей рынка в этом смысле всегда будет. То есть даже имея базовые криптографические протоколы, криптографические механизмы, построить на их основе новый протокол, это все равно трудоемкая задача, требующая обоснования правильности построения, правильности выбора примитивов, которые для этого используются. И это всегда очень непросто. Поэтому отставание, оно вот в этой области, оно всегда будет немного отставать от потребностей технологических и потребностей рынка. Что здесь можно сделать? Наверное, с точки зрения экспертного сообщества, вовлечение вот в процессы создания и обоснования качеств криптографических протоколов и механизмов большого количества молодых энтузиастов, математиков, криптографов, наверное, ускорили бы эти процессы и создали бы возможность существенно сократить такие сроки на разработку и внедрение таких стандартов. Спасибо. Вячеслав Сергеевич, мне кажется, вы заскучали. Нисколько заскучал. Здесь, на самом деле, коллеги, на этот вопрос, наверное, нужно посмотреть еще и с другой стороны. Скажите, пожалуйста, вот, ну хорошо, отсутствует нормативное регулирование, архивирование. Константин Олегович прекрасную историю рассказал, что один ФЗ, взлет отрасли, соответственно, всякие разные, всяких разных кучи решений было. И государство потом устало это все решение защищать. Сейчас, видимо, в сообществе сложилось такое ощущение. Раз в 63-м взяли и отрезали, мы не будем ничего развивать. На самом деле, коллеги, я думаю, что это дело наживное. Появится решение, появится, соответственно, элемент регулирования. Потому что если мы с вами сейчас поставим вам рамки, следующее, что на следующем форуме мы с вами получим, это, ребята, вы что нам такие рамки зажали? Мы не можем развиваться. Поэтому давайте-ка мы увидим предложение. Вот сейчас мы видим потребности. Вот это абсолютно очевидно. Мы начинаем к этой истории, соответственно, продвигаться и думать. То есть рамок каких-то мы зажимать в этом отношении как бы не хотим. Если нам рынок предложит решение, мы, соответственно, увидим, что это решение действительно эффективно работает, наверное, регулятор, он найдет способы ограничить возможности и не допустить вот этого взрывного взлета, непонятно чего, и вовремя этот рост как бы в рамки заведет. У меня все. Я хочу поддержать сейчас как раз выступление, только что состоявшееся. Действительно, техника. Вот сейчас на самом деле, как ни странно, как ни странно, мы наблюдаем технический застой. Более того, я вам скажу, что дело не в криптографии. Вот с Игорем Петровичем я в данном случае не очень согласен. Но смотря, что он называет криптографией, дело не в криптографии, а дело в информационной безопасности, того, что мы называем ключом, грубо говоря, процессом подписания. То есть вот та самая конфиденциальность и доступность, которые являются неотъемлемым свойством информационной безопасности, здесь ключевое. И вот это как раз в массовом аспекте не осуществляется. А что такое МЧД? Вот мы говорим сейчас МЧД, МЧД. Очень хорошо. Мы что, наследство будем завещать с помощью МЧД? Или потом получать его с помощью МЧД? Эта проблема должна носить решение в виде комплексного решения, а не в отдельных направлениях, в отдельных механизмах. И вот тут-то как раз и главная проблема. Как увязать одно с другими, с третьими. И здесь должно быть техническое решение. Точно так же, как техническое решение было придумано в свое время Диффи и Хелман, в виде открытого ключа. Ну и потом на нем все остальное, в том числе и подписи. Так и здесь. Здесь нужно что-то принципиально новое. Иначе мы с массовой информационной безопасностью, без которой массовой электронной подписи, настоящей, как паспорт, не будем. Вот здесь-то и нужна идея. У меня все. Спасибо. Александр Павлович, почему же вы со мной не согласны тогда? Не согласны в том, что не совсем криптография. А может быть даже и совсем уже не криптография. Вот, понимаешь, вот как... Это я как криптограф говорю, при том при всем, понимаешь? Не совсем. Вот вся криптография сейчас повернулась, мне кажется, немножко в другую сторону. Она как бы повисла в воздухе. Вот в этом самом, в непроверенных операционках, направо и налево лежащих в наших компьютерах, да? В непроверенных прикладных программных обеспечениях, через которые можно влезть и все, чего угодно спереть из него. И так далее, и тому подобное. Вот в чем проблема, мне кажется. Это техническая проблема. И решив ее, дальше можно развивать замечательные регулирования, и дальше двигаться и МЧД, и наследство, и все прочее, чем угодно. Но без этого, вот если мы и так не сделаем, ну нельзя ходить, извиняюсь, с незастегнутой шириной. Александр Павлович, вот сейчас на базе ТК-362 начинается разработка очередного стандарта по доверенным средам исполнения. Мне кажется, вам надо активно включиться в эту работу. Но комментируя вопрос, я бы тоже, в общем-то, развернул бы его в другую сторону. Мне кажется, это совершенно нормальная ситуация, когда нормативные документы отстают от темпов развития технологий. И я считаю, что по-другому вообще быть не должно. Вот если мы перестаем рассматривать нормативку как те самые инструкции, как предписания, если мы уходим все-таки от концепции регулирования как жестких предписаний, если мы сможем уйти от размещения в федеральных законах и в соответствующих подзаконных актах технических деталей, и сможем их оставить тем самым стандартом и техническим документом, то вот здесь, мне кажется, в общем-то, выход из ситуации. Уже было сказано действительно о том, что очень важную роль для нас, как разработчиков решений и технологий, играют стандарты. В общем-то, это не нами придуманная история. Мы много раз и в стенах нашего ПКФ-форума слышали доклад о том, как и куда развивается техническое регулирование за рубежом. Вот у нас Алексей Собанов очень любит выступать с такими докладами, сколько там стандартов новых сделано по электронной подписи и с определенным темам. А вот у нас в России этого очень мало. И то, что делает ТК-26, как соответствующий технический комитет по криптографическим механизмам, очень мало для того, чтобы говорить именно о развитии полноценного документа оборота. Да, мы готовы и можем, и слава богу, здесь у нас, у России, есть собственно технологический задел, мы тут здесь ни от кого не зависим, мы можем какие угодные истории про криптографию думать и развивать. Но что мешается? Это мешается отсутствие вот этих сопредельных стандартов, стандартов именно, не рассуждений каких-то отдельных, частных, а именно стандартов, которые вымучены профессиональным сообществом. Потому что, как было сказано, стандарт возревает по 3-4 года. И это не просто так. Он рождается в муках, в спорах между техническими экспертами и теми компаниями, которые очень глубоко понимают, как устроена внутри вся эта начинка. И только так. Никакой законодатель, никакой регулятор на такой уровень глубины погрузиться не может. Ну, не может. И поэтому ожидать от регулирования, что он обгонит, перегонит и будет нам сверху спускать те самые инструкции, вот как пойти и сделать дистанционную электронную подпись, ну это наивно. Мы и сами знаем, как ее сделать. Более того, уже сделали. Более того, она работает во множестве реальных, конкретных, конечных бизнес-кейсов и государственных систем. Но мы все ждем. Ждем этих требований. Поэтому мне кажется, тут надо на эту проблему смотреть совершенно в другой плоскости, и тогда, собственно, появляется выход из этой ситуации. Да нет, ну есть же, конечно, такие специалисты. Начиная здесь присутствующих справа и слева, и дальше он в зале сколько, посмотри сколько. Слышал, слышал. Которые прекрасно понимают и ту, и другую сторону. Вон Ваня Аристархов, где он там? Вот Ваня, например, Аристархов или Константин Валерьевич. Он же прекрасно понимает и техническую сторону, и юридическую. Это всегда было, что ли, квинтэссенция движения, начиная с ФАПСИ. Что когда технические специалисты осваивали юридическую сторону, и потом становился специалистом, признанным у юристов. Это вот нормально, и таких специалистов сейчас воспиталось достаточное количество. Не в этом дело, мне кажется. Проблема чисто техническая. Вот технически, да, мало денег вкладывается в развитие информационно-безопасной вычислительной техники. Вот в чем вся проблема. Массовая информационная. Ну, телефон, вот как он был вот этот вот на Эппле, да, так он и сидит на Эппле. Ну, или даже на Андроиде. А что Андроид, сильно доверенная персонка? А что Линукс, сильно доверенная персонка? А что Аврора финская, полуфинская? Да, и так далее, и тому подобное. Вот в чем проблема-то. Вот почему я говорю про открытую корзину, в которой лежит ключик, то есть ваш паспорт. А вот как эту корзинку сделать закрытой, и чтобы она открывалась тогда, когда это удобно. Тогда, когда это нужно, а не тогда, когда хочет хулиган. Вот она, в чем проблема. И тогда можно будет... А, на мой взгляд, извиняюсь, мне кажется, что нормативное регулирование, как раз сейчас очень сильно продвинулось, совершенно ясно эти проблемы. И, в первую очередь, усилиями Константина Валерьевича за последние 10 лет очень, так сказать, четко и понятно все стало. И здесь я ряд юристов, и Нина Соловейенко большой вклад внесли, которые четко совершенно разложили все и поняли эту ситуацию. Но технически-то, понимаете, хочется в рай, до грехи не пускают. Вот в чем проблема, мне кажется. Спасибо. Я предлагаю переходить к следующему вопросу. Ну, скажем так, завершая второй вопрос, наверное, здесь надо сказать, что все-таки отдельные участники рынков, я сейчас не про PKI, а в целом других рынков, наверное, заинтересованы в том, чтобы какие-то сервисы сделать, как бы вывести как можно скорее, при этом с рисковым подходом, по факту. То есть, понимая, что возможный ущерб, соответственно, они могут покрывать, исходя из каких-то своих, собственно говоря, фондов. Поэтому, наверное, такой вопрос мы периодически встречаем, конечно же, в сторону регуляторов. Но, тем не менее, согласны, что на данный момент, в общем-то, вряд ли у нас идет какое-то опоздание. Так вот, третий вопрос, коллеги, он как раз про сроки. И вот, рынок нам сформулировал вопрос про длительные сроки оценивания соответствия решений, которые должны быть сертифицированы. Как на это можно повлиять? Кто может улучшить эту ситуацию? Какие могут быть подходы? Ну и какой мы хотим в итоге получить результат? Битв Михайлович. Действительно, сроки оценивания, ну, собственно, криптографических решений, исходных криптографических продуктов из КЗИ и последующую историю, которую сейчас принято называть оценкой влияния среды функционирования на работу криптографического средства. Да, сейчас это выливается в месяцы, в некоторых случаях более года эта работа занимает время. И это действительно такая очень болезненная история, потому что, когда мы говорим о внедрении соответствующих механизмов электронной подписи или других криптографических механизмов в прикладные системы государственные, ну, там эта история более-менее плановая. Системы проектируются, внедряются, есть режим эксплуатации. Это все тоже, в общем-то, занимает достаточно длительное время. Как минимум, начиная с процесса бюджетирования, который от года и далее. И поэтому история с оцениванием, она здесь более-менее вкладывается. То есть, как принято говорить у математиков, физиков, характерные времена у этих систем совпадают. А вот когда мы говорим про бизнес-решение, здесь действительно возникает серьезная проблема, потому что бизнес привык жить в совершенно другой парадигме. Грубо говоря, кто первый успел на рынок, того и тапки, того и сливки, у того и рынок. Поэтому очень активно развиваются разнообразные прикладные сервисы. Там, где мы только рассуждаем про искусственный интеллект, у бизнеса он уже внедрен и приносит уже совершенно конкретные результаты и денежки. И поэтому, когда бизнесу мы говорим про эти самые месяцы, бизнес хватается за голову. В большинстве случаев просто разворачивается, уходит и не возвращается. Говорит, ну ладно, я там простую подпись как-нибудь реализую. Идти все равно никуда. Да, да. А вот ваши квалифицированные нет. Увольте и даже не надо, и даже за бесплатно не предлагайте. Поэтому эту проблему достаточно давно мы уже обсуждаем. Мы обсуждаем в стенах PKI форума и на других профильных конференциях, и Роскрипта, и Ситикрипта. Обсуждаем, могу ее сказать, активно и с нашим уважаемым регулятором. И могу сказать, что в последнее время, в общем-то, у регулятора эта проблема тоже начинает находить соответствующий отклик. И коллеги готовы рассматривать, по крайней мере, те или иные предложения. То есть каким образом, без снижения или контролируемого снижения уровня безопасности, то есть контролируемого с каким-то понятным риском, для того, чтобы бизнес мог тоже принимать для себя решение, готов он идти на тот или иной риск, не готов, каким образом оптимизировать вот этот существующий линейный порядок проведения этой самооценки. Когда сначала разработчик долго-долго разрабатывает, потом лаборатория долго-долго тестирует, потом экспертная организация долго-долго разглядывает. Вот как это все либо запараллелить, либо интегрировать один процесс в другой процесс. То есть параллельно сразу с процессом разработки из КЗИ, прикладной системы, проводить ту самую оценку влияния, или там первичные тематические исследования. И потихонечку, мне кажется, мы движемся в таком правильном положительном направлении в этом отношении. Здесь я бы хотел сослаться, ну в этих стенах не очень принято говорить про опыт встека, но все-таки я на него сошлюсь. Встек уже, наверное, несколько лет назад, можно говорить, да, запустил инициативу по доверенному ядру Linux на базе SPRUN. Соответственно, эта работа уже практически идет более года. В ней участвуют не только какие-то академики, чтобы не подумали, что Российская Академия наук, значит, академики, значит, нас не касается. Нет, участвуем и мы, как компания, и наши коллеги, тоже в этой работе задействованы. Речь идет о том, чтобы вкладывать совместными усилиями, создавать то самое доверенное ядро, доверенную кодовую базу, которая могла бы потом использоваться разработчиками не только нами, но и разработчиками прикладных информационных систем, и с тем, чтобы они потом своей прикладной системой с нуля не проходили все эти процедуры проверки безопасности своих систем. Аналогично идет работа по программным компонентам. Опять-таки, это все делается понятно на базе Linux, потому что Linux нам доступен в исходниках на всем стеке технологий. Сюда же уже включаются и российские разработчики аппаратных платформ. Там их задача привнести доверенные драйверы для своего железа в этот общий стек доверенного кода. И сейчас, я не зря упомянул вот эту стартовавшую работу по доверенным средам исполнения, все это должно привести нас к тому, и наших уважаемых прикладных разработчиков к тому, чтобы люди не с нуля и как-то, как они сейчас. Программист берет фреймворк, который ему понятен, он на нем умеет работать, и оперативника в режиме джайла создает конечный информационный сервис. Что там с безопасностью, мы догадываемся сразу. Там плохо с безопасностью. Есть очень много примеров, прецедентов, когда такие системы ломаются, ломаются быстро, из них утекают данные, утечки идут ежедневно из подобных информационных систем. Утекают персданные и прочее, прочее, прочее. Вот единственный вариант, как эту проблему решить, это опять-таки не ожидать от регулятора, что он выпустит упрощенный порядок проведения оценки влияния или сертификации, этого, очевидно, не будет. Это неправильно, потому что это означает всю нашу с вами работу, как безопасников, выкинуть в корзину. Но вот двигаясь путем создания доверенных платформ, доверенных фреймворков, путем организации доверенных процедур, сборки кода, контролируемой сборки, чтобы это делалось не так, что мне надо через час собрать новую сборку и вывалить ее на рынок. Но если даже за этот час ты успел пройти вот эти все процедуры, и это делается уже, не может быть сделано руками, это, очевидно, можно делать только в рамках автоматизированных соответствующих систем, которые тоже должны быть созданы. Вот только таким образом можно достичь более глубокого уровня контроля процессов разработки, контролируемого процесса использования исходного кода, решение проблемы цепочек поставки, как это называется, когда в исходнике в опенсорс внедряют закладки. Тоже очень серьезная проблема современная. И только тогда можно надеяться, что вот эти месяцы или годы превратятся сначала в один-два месяца, а потом, возможно, и в неделю или даже в дни. Вот такая история. Дмитрий Михайлович, а правильно я вас слышу, что речь идет, по сути, о, скажем так, такой сертификации самого производства? Совершенно верно. То есть, чтобы оно выдавало доверенный продукт, соответственно, с которым можно будет приходить. Хорошо, Федор Владимирович, а вам бы это пригодилось в работе? Наличие такого конвейера. Ну, мы же государственный орган, в первую очередь, и понятное дело, что специфика наша, она связана не только с тем, насколько быстро мы получим сертифицированные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы оно было максимально быстро, и все мое лето прошло в том, что те или иными способами я общался с коллегами в целях получения правильных решений. Но и в том, что помимо этих сертифицированных решений, мы же сильно завязаны на финансовой составляющей, о чем коллеги тоже сказали, и на бюджетные циклы. Вот, поэтому там у нас эта проблема, она параллельная. И я тут разделяю меня с точки зрения, что для рынка кажется это гораздо более важно, потому что мы-то страдаем с точки зрения скорости внедрения сервисов или скорости реализации каких-то внутренних информационных систем, а бизнес страдает с точки зрения недополучения прибыли. И тут я там окунусь в налоговую составляющую, для нас недополучение бизнесом прибыли – это недополучение налогов, соответственно, вытекающиеся это. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы бизнес мог активнее внедрять технологические решения, соответственно, оптимизировать свои затраты, больше денег вкладывать в развитие, ну и как следствие расти. То есть если мы бы жили в мире розовых пони, да, это было бы идеально. Ну, на самом деле мы тоже в этом плане страдаем, как и бизнес, конечно же. Нам нужны нормативные требования удовлетворять и гражданам сервисы вводить, поэтому в этом плане, конечно, нам такая именно технология работы очень бы пригодилась. Константин Владимирович, а Вы нам разрешите работать таким образом? Коллеги, ну, хотел бы, конечно, солидаризоваться с Дмитрием Гусевым, очень такое хорошее выступление, и мне кажется, вот основные моменты были вот очень четко сказаны по этому вопросу. Я бы хотел подчеркнуть сложность перехода, потому что оценивание соответствия решений, по итогам которых выдаются сертификаты, ну, это прежде всего школа, это опыт, это требования, которые написаны поколениями криптографов и инженеров, и, конечно, это, скажем так, статическая модель безопасности, когда мы выдвигаем требования и потом проверяем соответствие решений этим требованиям. Переход, смена парадигмы, во-первых, она должна быть в строго определенных областях, это уже понятно, потому что риски достаточно велики, и смена парадигмы как раз и связана с рискориентированным подходом, то, что как раз Дмитрий Гусев и говорит. И с этой точки зрения можно, конечно, посмотреть на западные страны, которые действительно в этой области уже давно, в области массовой криптографии, я подчеркну, не в области защиты различных видов тайн, а в области массовой криптографии ориентируются на рискориентированные подходы и на динамическую модель противодействия актуальным угрозам. Но это, конечно же, достаточно серьезная смена воззрений, и здесь, естественно, должны быть наработаны и методики, и опыт, и надо, конечно, чтобы это все воплотилось в каких-то методических документах и так далее. То есть идеи, которые вот Дмитрий сейчас сказал, они абсолютно верны, и все их, наверное, поддерживают, это единственный путь, по которому мы можем идти, то есть перейти от сертификации непосредственно решений к сертификации процессов сертификации решений, наверное. Но здесь, конечно, неразвитость методологическая имеет достаточно большое значение. Мы двигаемся в этом направлении. Вот ряд наших ведущих лицензиатов предоставили нам свои соображения по этому поводу, даже оформлены в виде неких технических заданий. Поэтому я думаю, что, конечно же, этот вопрос будет решаться, но быстрого и решения здесь, наверное, ожидать не стоит, и оно будет контрпродуктивно, нежели продуктивно. Вот, наверное, такой подход. Спасибо, Константин Валерьевич. Чуть-чуть, я хотел только развить мысль. Константин Валерьевич, в чем разница требований в СТЭК и требований в 8-м центре ФСБ? Вот в этом вся проблема. Потому что требования 8-го центра, они технические и количественные, да? Просто количественные, вероятности и так далее, да? Вот. А требования в СТЭКа в основном качественные. И вот заместить одно... И причем вот это известная вещь, то, что я говорю. Ничего нового я принципиально не говорю. Но попытка заместить, то есть внести качественные, заменить качественные на количественные в требованиях в СТЭКа приводит к тяжелейшим решениям. К тяжелейшим решениям, в первую очередь, в оценке. И тогда тут же оказывается, что сертификация будет еще более сложная, чем, потому что попробовать оценить вероятность нарушения в операционной системе, которая десятки, а то и сотни мегабайт занимает. Ну и так далее, понимаете? Поэтому рассчитывать на то, что, ну, вот как тут и эсперант, значит, приводился в качестве образца, ну, я бы не сказал, что это такое замечательное достижение, что просто фантастика какая, несмотря на то, что там Академия наук работает. Вот. Известны и достижения этого подхода, но известны его недостатки, они не дают количественных характеристик. А криптография требует количественных характеристик, вероятности, размеров зон и так далее, и так далее. Вот в чем вся проблема. То есть вероятность вытаскивания ключа, грубо говоря. А кто-нибудь видел когда-нибудь вероятность, оценку вероятности проникновения, нарушения конфиденциальности, требований на доступность? Доступность, простая вещь, на доступность просто телеконационных систем. Вы знаете, такие есть вообще, говорят, только они никогда нигде не используются, хотя за них должен отвечать в стэк, потому что доступность – это одна из составляющих информационной безопасности. Вот. А там нет цифири, точнее есть, но их, я повторяю, никто не использует. Я когда-то давно их отрыл и даже спросил у одной из телеконационных компаний типа «Мегафона», «Ребята, а что такое первый класс, второй класс, третий класс доступности? У вас какой класс?» На меня посмотрели как на идиота. Я говорю, ты о чем вообще говоришь-то? Я говорю, да ГОСТ вот такой-то там, восьмого, что ли, года или еще раньше. Но мне, не-не-не, это брось, брось, брось. Потому что нужно циску оценивать. И так далее. Вот в чем вся проблема, понимаете? И стыковка эта на самом деле так просто не пройдет. И даже простым, доверенным, доверенной разработкой вы не отделаетесь. Спасибо. Да, это интересно, давайте, конечно. Вы правы с тем, что, ну, предназначение, есть специфика и неоткрытие качества, но могу сказать, что большую часть вести по маратуре принимает, не отработка, не отработка, не отработка, не отработка. Как раз таки, а от того, наверное, самое качественное показание. А без защищенности реализации, эмбриотические механизмы, как мы сказали, уже эти уже функции создали перекладную систему. О, нормировать. Давайте нормировать. Давайте цифильку выведем. Цифильку выведем. Сколько трудоемкости и так далее, и тому подобное. И вы тут же умрете. К сожалению, это так. Это все уже пытались сделать. Это пытались сделать, извиняюсь, почти 20 лет назад, когда мы только начинали разворачивать информационный безопасность. Первая проблема, которая была, это ввести количественные характеристики для фстековских требований. И тогда на этом деле все зубья обломали, и, к сожалению, до сих пор на этом направлении особого прогресса не видать. И понятно, почему. Потому что объекты очень сложные. Почему я и говорю про массовую информационную безопасность, про корзинку, открытую с ключом. Вот она в чем дело. Корзинку надо делать такую, чтобы она была, а массовая, чтобы она была удобная, чтобы ее взял и понес, да? А сейчас как? Вот даже Стас тут смышляев наверняка есть. Мы с ним много упражнялись на эту тему. А, Стас, извините, не узнал. Как мы упражнялись, да? Надо взять продукт и дать его, и дайте жене. И пусть она его поставит и поэксплуатирует, да? Вы такого услышите. И до того, лесоприятно, что вам самому будет потом приятно, когда она его через час-полтора запустит вместо 15 минут продукта. Вот в чем проблема, понимаете? Потому что вы сделали информационно защищенный продукт, а он тяжел. Вот. О, да, да, да. Коллеги, Вячеслав Сергеевич? Да, короткий комментарий. Где-то, коллеги, соглашусь, где-то не соглашусь. Да, в госсекторе, соответственно, все протекает в плановом режиме, но все равно хотелось бы отчасти сокращение отдельных сроков, соответственно, по отдельным вещам. Смысл в том, что госсектор иногда формулирует какие-то эксклюзивные решения, и сертификационные мероприятия, и вся эта остальная история, которая связана с… Напрямую зависит от тех угроз и тех моделей угроз, которые мы формулируем для, собственно говоря, этой вопроса. Это напрямую зависит. С одной стороны, это какая-то некая уникальность, соответственно, и поэтому мы там в каких-то сроках идем, и мы миримся с этими сроками по одной простой причине. Действительно, решение уникальное. С точки зрения рынка. Почему я за идею сертификации производства, с одной стороны. Это повысит массовость. Но с другой стороны, давайте мы на другую сторону медали посмотрим. В определенный момент времени мы встанем в клинч, как с антимонопольным законодательством, в том числе и для государственных закупок и так далее и тому подобное. То есть будет сформирован некий, я не знаю, картель, как угодно, соответственно, в этом отношении, которые будут, займут определенную, то есть общую нишу. И все. И в государстве, если нет конкуренции, значит прекращается развитие. Это объективно. Поэтому здесь к этим вещам я здесь соглашусь. Кстати, наличие нужно очень осторожно подходить. Очень осторожно. Но на что нужно идти, на мой взгляд, это формирование среды доверия. То есть это тех больших платформ, которые, соответственно, позволят по ряду решений отказаться от определенных, соответственно, элементов по сертификатам. Хороший пример был там сертифицированной версии операционной системы Windows в определенный момент времени. Да, были недоработки. Александр Павлович, он мне может сейчас кинуть чем-нибудь, соответственно, тяжелый в этом отношении. Но сам пример такого был, и это позволило ряд вещей. То есть сертифицированные с УБД какие-то и так далее и тому подобное. То есть вот эти большие платформные решения. На это, соответственно, рынку, конечно, нужно направить свои усилия в этом отношении. Где-то, может быть, ну да, неупрощенные схемы ни разу, потому что, наверное, нужно даже жестче делать схемы. Но как бы более такие… Рынку в этом отношении тяжело, потому что действительно, даже модель угроз формировать для всего – это самая большая проблема, объективно. Для госсектора в этом полегче, потому что мы прекрасно понимаем, для чего у нас должна работать система. Спасибо. Да, спасибо. Ну вот мы как раз от госсектора и хотели бы предложиться, если есть возможность в качестве какого-то пилотного варианта, режима и так далее, на выбранный вами проект мы готовы, в общем, поиграть, скажем так, в сертификацию производства. Который говорит, что-то вот я как-то вам направляю. Поэтому мы готовы. Мы действительно заинтересованы в таком режиме работы. Ну, в том числе и с возможностью формирования как раз металлогической базы, о которой вы говорите, для того, чтобы, скажем так, все это правильно выстраивать. Прошу увести четвертый вопрос. Он у нас тоже как-то сформулирован через нормативные правовые акты. Это корреляция между нормативными регулированиями, технологическими возможностями. От этапа первоначального замысла нормы могут трансформироваться уже при их принятии. Ну, то есть как бы… Да-да-да, мы в принципе его уже затрагивали. Ну, то есть речь о том, что изначально, скажем так, норма звучала и технологически предполагала одно, но при принятии, соответственно, трансформировалась. Вот здесь, я думаю, что скорее можно обсудить что? Можно обсудить, наверное, какой вопрос. То есть у нас есть несколько регуляторов, соответственно, которые принимают определенные решения. Я так понимаю, что здесь скорее вопрос, не нужен ли нам какой-то, ну, скажем так, я не знаю, центр компетенции, как сейчас принято говорить и так далее. Наверное, об этом скорее все-таки речь. Вот поэтому здесь предлагаю все-таки уделить, скажем так, определенное внимание вот этому вопросу. Вот, Федор Владимирович, вы как считаете? Ну, мне кажется, что рынок, который с нами работает, прекрасно знает, как мы считаем. То есть у нас практика того, что мы, безусловно, слушаем бизнес, прежде чем что-то делать в сфере, которую я в основном представляю, электронный документ, оборот. И понятное дело, что здесь я, наверное, ближе к практике, меньше там. Все коллеги компетентны меня в области электронной подписи, я больше тот, кто потом пытается ее применить в жизнь и как-то реализовать и работать с ней. И вот на примере нашего регулирования я могу сказать, что действительно такие случаи бывают. Не всегда то, что там можно обсуждало с рабочей группой, не там те формировки, которые прорабатывались, не всегда получается так, что на выходе они в точности соответствуют. Здесь надо понимать, что институт государственный по утверждению любого нормативно-правового акта состоит из большого числа заинтересованных лиц, и ряд из этих заинтересованных лиц не общаются непосредственно с бизнесом. Ну, к сожалению, или к счастью, здесь по-разному можно оценивать. Может быть, это определенная система вздержек противорезок. Мы живем в той ситуации, когда на определенном уровне какие-то решения по мнению того или иного принимающего лица могут быть изменены. С этим бороться в нашей практике я могу рассказать, как мы работаем с такими вещами. Есть такой процесс, как сопровождение нормативно-правового акта. На каждом этапе как он проходит. Вот он попал в правительство, соответственно, мы как ответственный ФАИФ, хотя мы не имеем норматорической инициативы, но поскольку мы заинтересованы в этом акте, мы, соответственно, смотрим, какие были вносились изменения, связываемся с ответственными людьми, может быть, даже с их руководством, на примет того, есть ли правки, если есть, то какие. Это минимизирует процент неожиданностей на выходе. Не исключает, но минимизирует. Но здесь нужна заинтересованность. Здесь нужна заинтересованность именно от органов исполнительной власти, которые отвечают за этот документ. Если заинтересованности нет, то процесс принятия будет протекать довольно спокойно, без особых дополнительных контролирующих мероприятий. Чтобы у органов власти была заинтересованность, есть разные пути. Первое – это орган власти должен быть просто заинтересован в его принятии, потому что понимает его пользу. Может быть, орган власти находится под поручением определенным, но в моей практике поручение не дает, к сожалению, результата именно с точки зрения качества, потому что зачастую поручение проще просто выполнить, нежели оценивать какие-то нюансы. Поэтому, если, а я знаю, что бизнесу хочется, в результате получались те нормы, о которых договаривались, бизнесу целесообразно, при том органе власти, который является компетентным при выработке того или иного решения, создавать, наверное, экосистему, в которой бизнес и органы власти будут работать сообща. У нас такая экосистема, как мне кажется, с определенными нюансами, но получилось. И, несмотря на все то, что я сейчас говорю о том, что это возможно и все такое, нужно не забывать, что демократия заканчивается там, где начинается ответственность. И если вам кажется, что вам бы это было очень удобно, но регулятор поступил иначе, вполне вероятно, регулятор тоже не просто так принял это решение. Поэтому, раз уж мы находимся в дискуссии, нужно находиться в дискуссии и в процессе принятия нормативно-правовых актов. Как мне кажется, и Дмитрий, я думаю, меня поддержит, сейчас регулятор максимально открыт для обсуждения. Нет такого, что мы стараемся что-то принять из-под полы, задним числом, чтобы сделать жизнь хуже. Поэтому возможности сейчас присутствуют. И делая отсылку к второму вопросу, я специально не стал там ничего комментировать, скажу, что лучше, когда регулирование идет после того, как решение сделано. Потому что тогда проще не придумать таких условий, из-за которых потом бизнес будет страдать и не понимать, как это реализовать. Поэтому идти через механизм экспериментов и пилотных проектов, как мне кажется, максимально комфортно будет и для бизнеса, и для регулятора. Спасибо. Вячеслав Сергеевич. Да, хотел бы поддержать коллегу. Смотрите, коллеги, на самом деле, это и мое личное мнение, и ровно соответственно также выстроен бизнес-процесс в отношении федерального казначейства. Нормативные инициативы вообще не могут исходить без технологической возможности. Их не должно быть просто по определению технологий. Потому что это будет в путь никуда. Научно-исследовательские работы проводить можно, потому что это элемент творчества. Но когда мы реализуем какую-то серьезную задачу с точки зрения истории, сначала технологическое возможности, а затем нормативно регулирование. Да, иногда это приводит вообще к необоснованным выбору технологических платформ, но лучше пусть так, нежели законодательные инициативы, которые не будут выполняться в этом отношении. Вот. И как меняется, то есть с точки зрения второй части вопроса, как же добиться того, чтобы обеспечить корреляцию? Да главное, чтобы вы при сопровождении той же самой нормативки ребенка не выплеснули, собственно говоря, при обсуждении выхолощивания отдельных норм, или там при обсуждении тех полномочий, имеете ли вы право эту область соответственно регулировать в этом отношении. Поэтому появляется технологическая возможность, есть соответствующая цель, сопровождаем нормативный право, и мы всегда получим, соответственно, в результате законченное в этом отношении решение. Также абсолютно поддержу, что регулятор абсолютно открыт, масса площадок, на которых есть что пообсуждать. И пример там с обсуждением 63-го закона, тот же самый историй, также было долго, но все же, соответственно, мы же добились действующего загаза законодательства в этом отношении. Спасибо. Да, спасибо. Можно я еще небольшой момент просто поделюсь наблюдением. Заметил, что иногда бывает ситуация, и это, кстати, вопрос сейчас будет к бизнесу, к вашему позиционированию в государственных органах, что на мероприятиях, где обсуждаются какие-то нормативные акты, присутствуют одни люди, а претензии потом высказывают другие люди. И это большой вопрос того, кого вы отрежаете для того, чтобы донести вашу позицию до регулятора. Я уже не раз с этим сталкивался на своем примере. Предположу, что в других ведомственных может быть ровно аналогичная ситуация. Поэтому, наверное, нужно внимательно подходить к тому, кто от вас пытается донести вашу проблему или вопрос до того, до кого хотите ее донести, чтобы потом не было испорченного телефона. Да, спасибо. Я предлагаю переходить к пятому заключительному вопросу. А, еще есть комментарий. Давайте. Да, если позволите, тоже комментарий. Ну, мы предварительно готовились, естественно, к этой дискуссии, обсуждали с коллегами, значит, кто, собственно, в каком ключе будет комментировать вот эти сформулированные вопросы. Ну, и мне все-таки хотелось бы озвучить вот ту мысль, которую я произносила в рамках нашего вот этого закрытого обсуждения. Коллеги меня, конечно, руками замахали. Но мне кажется, надо все-таки задаться вопросом, несмотря на то, что он тяжелый вопрос, с вопросом возвращения истории обязательного применения государственных отраслевых стандартов. Да, к вопросу о законе технического регулирования. Да, в свое время выведены были стандарты из-под вот этой истории с обязательностью. И теперь они где-то там вот за рамками, по сути, нормативно-правового поля у нас находятся. Стандарт можно разработать. А как его вписать в федеральный закон, ну вот проблема. И мне кажется, что и так как все мы, в общем, согласились с тем, что технологии должны идти впереди регулирования, они должны определять облик будущего законодательства, а не наоборот. Не надо думать, что, извините, чиновники, за нас технари придумают, куда технологии должны развиваться. Не придумают. Слов много будет красивых написано, но технологически слабо все это будет обосновано. А вот техническое регулирование – это, собственно, то, что является результатом деятельности нас, технарей. И вот эта история с обратным сращиванием технического регулирования нормативно-правового, мне кажется, тоже очень важный момент, на который надо начинать обращать внимание и думать, что с этим делать. Не только в приказах, там, в СТЭК или каких-то других федеральных служб, стандарты должны появляться, они должны появляться в федеральных законах и подзаконных актах. Да, спасибо. Коллеги, предлагаю перейти к завершающему вопросу. По нему мы немного сократим время, поэтому сразу спикеров предупреждаю, чтобы успеть, скажем так, подвести итоги нашей с вами дискуссии. Итак, пятый вопрос от рынка – это вопрос встраивания глобального пространства доверия на уровне стандартов, нормативов, технологий и организационном уровне. В настоящее время имеется достаточно международных рынков услуг доверия, с которыми можно и нужно интегрироваться в интересах создания экономических преимуществ, что можем сделать для ускорения этого процесса и повышения его эффективности. Ну, здесь я предлагаю, Федор Вадимович, начать с вас. Давайте будем краткими максимально. Пробуйте. То есть в чем проблема работы с услугами доверия? Что вам потом по результатам получения этих услуг нужно будет, наверное, каким-то образом подтвердить в том, что там услуга, давайте более конкретно. Подписанный документ, условно говоря, подтверждает, например, вашу деятельность, и куда вам нужно подтвердить? Либо в госорган, либо в суд, если у вас что-то пошло не так. То есть если ваше доверие вдруг по каким-то причинам вызвало проблему при взаимодействии с контрагентом, то вы либо идете в суд, пытаетесь там судиться, либо в рамках работы контрольных органов вам нужно что-то доказать. Мы со своей стороны, поскольку, ну, собственно говоря, завтра будем говорить про трансграничное электронное взаимодействие, много сил уже посвятили тому, чтобы принимать и признавать такие документы в определенными условиями, максимально готовы к тому, что вы как бизнес будете интегрироваться с другими институтами и с другими технологиями. Вопрос, каким образом вы потом нам докажете, что все было правильно, используя такой термин, хотя он максимально абстрактный, впрочем, как и вопрос. Вот на эту тему мы готовы с вами разговаривать. Более того, там ряд документов уже выпустили по тому, каким образом мы готовы с вами разговаривать и как принимать. И если вам необходимо, мы готовы вместе с вами и ходить в другие органы власти и с ними тоже договариваться, объяснять им, почему есть смысл доверять тем сервисам и услугам, которые вы приобрели за рубежом. Поэтому на самом деле, на самом деле, для ускорения процесса государство, и большое спасибо Константину Валерьевичу вместе, сделало уже очень много, а теперь это нужно просто применять. Нужно применять, нужно развивать сервисы, нужно идти в эти интеграции. Если бизнес не будет идти в интеграции, государство не будет видеть, что ему это нужно. И государство не будет помогать там, где не нужно. Ну, это мое такое личное мнение. Спасибо. Константин Валерьевич, я знаю, что этот вопрос к вам близок. Если можно, минуту. Коллеги, мы, конечно, все прекрасно понимаем, что вопрос встраивания глобального или неглобального пространства доверия – это вопрос политический, прежде всего. И здесь политические предпочтения, политические подводные течения, конечно, имеют гораздо большее значение, чем вопросы технические. Это вот небольшая реплика к выступлению Федора. Конечно, работа, которая ведется в этом направлении, ведется по многим направлениям. Это и Евразийский экономический союз, это союзное государство с Республикой Беларусь и Российской Федерацией, и ряд других направлений. Конечно, технические вопросы здесь, к сожалению, на втором плане. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в любом пространстве доверия есть доминирующая технология, которая имеет фамилию, имя, отчество и название страны, которую продвигает эту доминирующую технологию, и в соответствии, к которому либо другие страны либо присоединяются и выполняют требования страны, которая доминирует в этом направлении, либо пытаются выстроить какие-то взаимоприемлемые отношения. Много надежд было возложено на технологию доверенной третьей стороны. Эту технологию вписали в договор о Евразийском экономическом союзе как основной принцип создания трансграничного пространства доверия. Но, тем не менее, дьявол опять поселился в деталях. И эти детали до сих пор бурно обсуждаются. И, естественно, любое продвижение в этом направлении, оно все-таки связано с руководящими указаниями руководства, будем говорить откровенно. Тем не менее, работа на уровне стандартов, нормативов, технологий и организационном уровне, конечно, должна проводиться. Потому что, если она не будет проведена, то вот этот порыв руководящий не будет подхвачен на технологическом уровне. Поэтому говорить о том, что это нужно делать, конечно, это нужно делать. А что можно сделать для ускорения этого процесса? Ну, коллеги, интегрироваться, интегрироваться. Вот я знаю, что Федеральная налоговая служба очень большую работу проводит в этом направлении. И благодаря именно тем, этой работе, мы как бы смотрим на то, какие возможности создаются. Благодаря этой работе и появляются новые возможности. Вот, Федор, вот, наверное, вот сейчас вот, ну, я так вас понял, когда вы выступали. Да-да-да, все верно. Да, конечно. И, ну, здесь все, опять же, на тоненького существует. И каких-то универсальных механизмов ускорения процесса, естественно, нету. Спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Я вот по поводу стандартизации хотел бы несколько слов сказать. Ну, технический комитет 26 уже более 10 лет занимается международной стандартизацией. Нами проделана, коллективом технического комитета, экспертами проделана большая работа по внедрению в международные стандарты российских криптографических механизмов. И это большой плюс. Но, к сожалению, надо констатировать, что после 24 февраля эта работа практически заглохла. Нас нигде не хотят видеть, ни на каких международных площадках. И это минус. Что касается… Вот я тут с Дмитрием Гусевым немножко не согласен по поводу того, что давайте сделаем стандарты обязательными к применению. И вот почему. За наши криптографические стандарты я спокоен. Но, к сожалению, слово «гармонизация» в нашей стране, она приобрела однобокий характер. И сейчас считается, что вся гармонизация должна заключаться в том, чтобы брать иностранные стандарты, переводить их и делать из них российский стандарт. При этом перевод осуществляется зачастую, особенно в областях, ну как это сейчас, хайповых, искусственный интеллект, интернет вещей. Перевод стандартов осуществляется, не вдумываясь в их содержание, зачастую там это механический перевод, который содержит ссылки на иностранную криптографию, на иностранные механизмы обеспечения безопасности. И таких стандартов принимается по планам одним техническим комитетом до 40 стандартов в год. Вот осмыслить это практически невозможно. Поэтому делать такие стандарты обязательными к применению, у меня есть большое сомнение в целесообразности этого. Спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Один момент, соответственно, коллеги. Ну, на самом деле, я считаю, что для встраивания в глажданных, путей встраивания в глобальное пространство доверия, соответственно, их всего два. Либо это принять чьи-то, соответственно, стандарты, как вы сказали, что у нас, соответственно, просто их переводят и все и втугую. Либо заниматься экспансией, соответственно, свободных рынков. Для этого нам нужно криптографию свою выпустить, соответственно, в рынок и сделать его, соответственно, средством продажи. Как, в принципе-то, и поступали те, кто, как бы, занимается этой всей экспансией на уровне операционных систем и так далее и тому подобное. Поэтому нам просто в определенный момент времени нужно будет выбрать эти два пути. Либо мы принимаем, либо занимаемся экспансией. Свободные рынки, соответственно, просто хватаем, оно самой собой произойдет. Это может быть операционными системами, которые будут разработаны у нас в стране совершенно справедливо. Куда мы будем встраивать свои криптографические механизмы, которые мы будем, соответственно, насаждать в мире и так далее и тому подобное. Поэтому, на мой взгляд, вот такие пути. А стандарты, оно одно другому не мешает. То есть мы описываем, к ним присоединяются, начинают свою школу прорабатывать на всей этой истории. Спасибо. Большое спасибо, коллеги. Вячеслав Сергеевич, вы будете завершающим спикером, наверное, сегодня в плане выступления по вопросам. Здесь, как в завершении дискуссии, наверное, я бы хотел, чтобы каждый спикер буквально по 15 секунд, потому что у нас осталось очень мало времени, дальше будет следующее мероприятие, все-таки высказал свой вердикт. Нужна ли стратегия отрасли и готов ли принимать участие вот этот спикер в этой работе? Предлагаю начать с Вячеслава Сергеевича. Спасибо большое. Ну, на самом деле, на мой взгляд, стратегия нужна. Нужна ли она в жестких каких-то, соответственно, там рамках, наверное, не нужна, потому что это все-таки в этом отношении. Должны ли мы ждать эту стратегию развития от регулятора? Нет. Эту стратегию развития должен нам предложить, соответственно, бизнес-сообщество прежде всего. Ну, а сегодняшняя оценка, отрасль достаточно динамично развивается, законодательство ничуть не отстает и даже, соответственно, дает форум. Спасибо. Спасибо. Виктор Михайлович. Да, я в том числе вложу с этим делом, что стратегия нам нужна. И действительно, стратегия была корректирована с нами. Мы тоже, наверное, хотели, опять-таки, не для того, что в данном поле не с нами помогут на рамках участвовать в этом запрещении стратегии с голосованием. Но, как я уже говорил выше, мы, собственно, по-купу, в этом фактах, в этом вопросе, как и с техникой, конечно, работы идеи, все-таки, конкретное прикладание на основе, у нас очень много классов. И поэтому я бы здесь призывал и профессионально сообщества, я думаю, что здесь будет, чтобы они не стоят. Более педагоги для справоку и по той самой специальности, чтобы не было у нас просто камер, Дмитрий Михайлович, время. Спасибо. Спасибо, Александр Павлович. Костя Валерьевич, также попрошу очень кратко. Спасибо. Это не оформлено формально, но все акторы руководствуются какими-то стратегическими соображениями, и регуляторами, и рынок, поэтому стратегия всегда есть. Другое дело, что стратегия всегда должна быть живой, не догмой, а обсуждаться самым широким кругом, с чем я согласен с Дмитрием и Вячеславом абсолютно по этому поводу. Но самое главное, не возводить стратегию в рамки догмой, чтобы она не давлела над живым развитием в отрасли электронной подписи. Спасибо. Спасибо. Игорь Федорович? Я буду кратко. Да. Я согласен. Нужно. Новоснову должна быть положена в первую очередь стратегия развития сервисов, сервисов прикладных, а уже к ним должны пристраиваться в вопрос обеспечении безопасности. Спасибо. Ну, до меня все сказали. Я как развивающий сервис подтвержу, что да, давайте стратегию делайте, развивайте сервисы, мы вам поможем с точки зрения обвязки всего этого, вот, и больше общаться. Спасибо. Коллеги, мы обсудили все запланированные вопросы, которые перед нами поставила отрасль для ключевой дискуссии. Почти даже уложились в хронометраж, вот, переиспользовали время на полтора минуты. Я прошу вас поаплодировать нашим спикерам. Спасибо им большое. Спасибо.